20 марта 2020 года Московскому авиационному институту исполняется 90 лет. Я побывал в МАИ и увидел там много интересного и неожиданного. Сейчас в МАИ учатся более 21 тысячи студентов, которые осваивают 200 специальностей. Но в МАИ учатся не только студенты. При университете работает школа под названием «Предуниверсиарии МАИ» и детский технопарк «Траектория взлета». Оснащение технопарка впечатляет. Здесь есть и станки, и 3D-принтеры, и хорошие приборы. И школьники конструируют на Ардуино, и других платформах. Их конструкции совсем не обязательно связаны с авиацией и дронами. Например, я посмотрел на ребят, которые делают аэрогитару, музыкальный инструмент в виде перчатки. Вот девочка пилотирует дрон. Вот инструменты, оснащение, которым позавидуют многие серьезные компании. При МАИ работает школа дронов. И можно даже получить лицензию на право полетов. Здесь же и конструируют дроны. Вы видели трехвинтовой дрон, который способен поднять до 19 килограммов. И разные другие летательные аппараты, сконструированные в МАИ. Вот этот самолет взлетает вертикально. Взлетает вот именно в том положении, в котором вы сейчас его видите. И после этого поворачивается, и начинает лететь горизонтально, как обычный самолет. А садится снова вертикально. В МАИ есть две аэродинамические трубы. Вот эта большая труба, которая развивает сверхзвуковые скорости и потребляет целых 5 мегаватт электроэнергии. Для ее запуска требуется отдельное разрешение от МОСЭНЕРГО. Сейчас я нахожусь прямо внутри этой аэродрубы. Здесь разрежение от 0,1 атмосферы до давления до 8 атмосфер, который может использоваться. За счет этого варьируется плотность и обеспечивается. Там есть такой параметр... Вторая труба 300 киловатт. Она используется гораздо чаще. И сейчас в ней идут испытания сельскохозяйственного самолета. Ну, точнее, его модели. Вот она черная, висит вверх ногами. Этот страшный звук – это запуск аэродинамической трубы. Удивительно, но управляет этой трубой девушка. Очень здорово, что студенты мои учатся не только теории. И видят все то, с чем им потом придется работать, не только в книжках, а и на экране компьютеров. Здесь есть большой ангар с многими... Даже не моделями, а настоящими самолетами. Причем многие их части сделаны в разрезе, чтобы можно было посмотреть и фактически пощупать руками, как устроены различные детали самолетов. Здесь собраны и военные, и гражданские самолеты советского и российского производства. Вот можно подойти и прямо заглянуть в сопло к реактивному истребителю. Конечно, чтобы понять, как работает сложная техника, очень важно видеть ее не только на картинках, но и вот так живьем. В моей есть и пилотажные стенды. Они используются не для обучения летчиков, а для изучения, как ведет себя самолет в воздухе, как работают его системы и для отработки всех этих систем. Ну, в общем, можно и полетать. Но летать можно не только на самолетах. Один из тренажеров имеет программы космических аппаратов, и можно отрабатывать стыковку. Мои не только обучают студентов, но и ведет научную работу. Так я побывал в лабораториях математического моделирования и композитных материалов. Сейчас вы видите различные материалы, которые разработаны в Мои и здесь же испытывались. Постепенно корпуса Мои ремонтируются, модернизируются. Вот здесь уже сделан ремонт, но так не везде. Сохраняют и старые. Вот витражи, которым 90 лет, как и самому институту. Я считаю, что главная наша задача не вручить диплом, а подготовить человека, который будет успешным в современном, быстро меняющемся мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!